всем привет друзья в данном обзоре познакомимся с новинкой от компании звезда су-27 уб 72 масштабе на коробке прекрасный бокс арт масштаб 172 187 деталей и длина модели 31 сантиметр и 4 миллиметра произведена модель в 2018 году артикул 72 94 на торце имеется таблица с необходимыми красками если вдруг решим приобрести краски сразу и показана картиночка с декалями на противоположной стороне изображены наборы которые предлагает производитель рассмотрим инструкцию стандартную для звездовской инструкции изображение бокс-арта краткая справка на двух языках о прототипе всевозможные предупреждения иллюстрации двух моделей в полетном варианте и на стоянке в наборе у нас представлено 10 летников один из летников с прозрачными элементами два летничка содержит стандартные для звезды фигурки пилотов далее этапы сборки в общем-то все неплохо видно но мне лично больше нравятся инструкции скажем формата Эдуард там на каждый этап выделена отдельная область в инструкции они здесь как комикс какие-то хотя опять же все читабельно кому что больше понравится немного в общем-то занимает эта инструкция разобраться со всем этим можно не забываем положить в носовую часть груз дабы у нас после сборки модель на стойках шасси не перевешивалась назад и последняя страница с разметкой и отметками куда и какую техническую надпись нужно нанести также передаем привет упаковщику номер 7 спасибо инструкция у нас представлена в формате а4 что очень приятно в виде книжки и окрасочный лист цветной формата а4 здесь у нас представлено 5 бортов также таблица с необходимыми красками для окраски модели представлена красками от компании звезда и от компании Tamiya цветов довольно много и вот этот борт на мой взгляд очень интересно выглядит однотонный серый планер рассмотрим пластик в наборе у нас лежит две одинаковых рамочки с вооружением и элементами двигателей самолета в частности сопла давайте рассмотрим этот поближе рамочка не новая это 2014 год в общем то это от модели су-27 башмаки пилоны с подвесами ракеты части половинки колес шасси рассекатель и несколько датчиков качество неплохое облоя нет литье свеженько 2014 год на следующей рамке у нас содержится элементы не шасси стойки обтекатель стабилизаторы и эта рамка также 2014 года стремяночки есть качество неплохое замечательный крой очень хорошо он выглядит очень ровный и в меру глубокий толкателей никаких я здесь не вижу в общем то они здесь и не нужны единственное что она вызывает нарекания это размер приливов к конусу довольно жирные они и придется здесь впоследствии то все оттачивать замечательно выполнено переднее колесо естественно она без протектора так она в пластике тяжеловато его сделать но тем не менее выглядит очень и очень хорошо рамка не новая это копия рамки от су-27 обычно следующая рамка содержит элементы планера часть корпуса консоли крыла и элементы воздухозаборников с элементами створок шасси также кресло качество замечательное здесь не указано какого года эта рамка скорее всего это та же рамка что и у су-27 качество кроя замечательное но если вам интересно будет посмотреть сравнение этой модели и су-27 обычного который выходил в 2014 году напишите об этом в комментариях сделаем сравнительный обзор крой замечательный единственное что на мой взгляд было бы неплохо здесь нанести клепку но я думаю что опытные моделисты с этим справятся сами если посчитают это нужно все очень ровно и без изгибов как бывает у некоторых моделей у компания звезда здесь вроде бы на первый взгляд все довольно неплохо выглядит на данной рамке у нас низ планера деталь 2014 года опять же от модели су-27 никаких изменений здесь не наблюдается качество замечательная форма в нормальном хорошем состоянии детали выходят хорошие но здесь вот небольшой участок где есть чуть-чуть облое совсем не страшно в целом все выглядит очень и очень хорошо посмотрим как это будет все складываться при постройке все толкатели с внутренней стороны наконец мы добрались до новых летников данной модели рамочка промаркирована ты 2018 годом здесь у нас содержится элементы кабины самолета щиток воздушного тормоза рамка остекления фонаря дана одной детали элементы стремянки приборная панель без индикаторов также как и сам корпус кабины дан без каких-либо приборов будем ожидать на это дополнение стремяночка рус элементы кресел антенны качество неплохое небольшой облог конечно присутствует но не очень сильно убрать его будет достаточно легко проведя пару раз наждачкой с обратной стороны на щитке нету никаких рельефов также скорее всего сюда придется впоследствии устанавливать фото отравленные детали какие-то если они будут выходить но в целом неплохо последняя новая рамка в данном наборе также 2018 год содержит кили с замечательной расшивкой очень-очень ровный верхнюю часть фюзеляжа выполнено все очень-очень хорошо отличный замечательный крой ровный без каких-то изгибов без утяжен сама деталь ответные части колес с неплохим рельефом и детализацией створка основной стойки шасси точнее передней стойки шасси даны предкрылки отдельными деталями возможно их можно будет установить в отклоненном варианте но об этом мы узнаем чуть позже при сборке и элементы воздухозаборников целом все выглядит неплохо вот такая ниша шасси передней стойки и вот они собственно говоря какие-то накладки в кабин чуть-чуть совсем приборов либо в нише шасси надо будет смотреть в целом выглядит все довольно неплохо далее рассмотрим декаль декаль неплохая скорее всего как всегда компания бегемот единственное что попалась она мне не совсем удачная вот здесь вот не пропечатана немножко краской это не ободрано при упаковке транспортировки а именно не допечатанная но кстати надо отметить почему упаковщик положил мне такую декаль не обратив на это внимание надо обязательно это смотреть кстати компания бегемота тоже относится это считается браком и такие вещи конечно но подходит не всем скажем неопытным моделистам как-то здесь подкрасить и исправить будет затруднительно точно так же как и вот здесь не совсем хорошо и вот эти цифры желательно было бы давать конечно отдельными элементами переводить их сверху отдельно так как никак не получится если это накрашивать то где мы возьмем скажем вот эти номера кто нам куда откуда мы их выдернем точно так же как и ввс россии уже давным давно вкс россии вот считаю эти декали негодными нельзя будет их использовать целом качество декали неплохое техничка как всегда в ассортименте на пилоны точнее на подвесы звезды другие предупреждающие надписи технически такие большие звезды бортовые номера вот кстати вот здесь вот в бибисе россии есть а вот таких нет как быть если я хочу построить такой борт не очень не очень удачно приборные доски выполнен неплохо декали кстати говоря довольно таки тоненькие это очень хорошо если хорошо раскатать приварить будет выглядеть замечательно но уважаемые друзья из компании звезда и компания бегемот не стесняйтесь проверять друг за другом всякие такие вот вещи чтобы конечному потребителю не было скажем так обидно но в крайнем случае всегда можно приложить лист с коррекцией далее у нас литничок со стеклением уложена слава богу в пакет спасибо друзьям и звезды выполнен из такого довольно таки жесткого пластика не как ранее было на нескольких моделях такой резина пластик который не шлифуется фонарь в целом имеет хорошую прозрачность посмотрим на это поближе да замечательную прозрачность все хорошо видно здесь претензий нет молодцы посмотрим как это будет собираться надеюсь что хорошо и последний пакетик из данного набора содержит две рамочки с очень стандартными для звезды фигурками пилотов выглядит они вот так все их уже прекрасно и давно знают это ушлепки по-другому их назвать невозможно друзья из компании звезды обратите внимание на ваших конкурентов что они кладут в свои модели там давным давно уже смоляные качественные пилоты выглядящие просто просто суперски ну в 2018 году вот эта штука которая продается уже где-то лет пять минимум ну как бы думаю не стоит пора завязывать с этим их можно бонусом докидывать но чтобы украсить свою новинку можно конечно подумать о чем-то более интересно а на этом у нас сегодня все друзья всем спасибо за просмотр ставьте лайк если вам понравилось ставьте дизлайка если вам не понравилось но при этом пишите ваше мнение в комментариях пока пока до конца Продолжение следует...